здравствуйте друзья сегодня у нас 17 марта вчера я ездил менять масло на другой машине сегодня еду менять масло на этой машине потому что тоже уже пора и вы знаете там как раз загорелась уже вот четыре процента вот это вот короче по процентам же считает вы же понимаете и вы знаете я так подумал еще как закроют все нафиг ну и он видите 4 процента типа масло осталось думаю как закроют все еще и ну и буду я потом куковать как бы она даже поменять масло во время поэтому вчера съездил на одной машине сегодня едут на другой машине назначил там у них практически всегда много свободных открытых в расписании окон вот назначил на 545 сейчас правда 525 то есть я где-то в 530 приеду но ничего страшного там все равно скорее всего никого нет особенно сейчас вчера я там был буквально там три человека сидела ждали свои машины значит мне поменяли масло поменяли эти колеса местами то что я уже мара я вам рассказывал оплатил сразу три таких действия на весь период лизингового контракта и все как бы чтобы уже больше не париться тем более так было дешевле вот а сегодня я еду бесплатно менять масло в этой машине мне прислал мопар или джип ну короче вот эти вот товарищи они мне прислали купон мол на бесплатную замену масла но классно чё вот поменяю я знаю там мне и в прошлый раз когда-то мне там умники говорили да любую машину первую замену масло бесплатной ну да у того дилера где ты ее взял чаще всего это бывает а эта машина пришла из дилера из бронгса из нью-йорк сити да мне туда ехать будет стоит наверно дороже и по времени я должен убить полдня если не больше чтобы там бесплатно поменять масло поэтому я спокойно просто в том числе и за первую замену масла просто еду доплачу и все так быстрее ну а тут мне он купон прислали именно на этого дилера куда я езжу самого ближайшего моего куда я езжу масло менять но что у нас происходит с вирусом но в принципе особо ничего вот в городе вудбридж третий человек тестировался позитивным на этот вирус опять по моему оба до этого были пожилыми людьми и третий тоже какой-то пожилой человек потому что они живут вот в квартирном корпус сказали в квартирном комплексе для пожилых людей живут ну как пожилых они тут 55 плюс ну правда там наверное скорее всего ну дедули постарше вот а так больше особо новостей нет я пока по магазинам мне некогда было поездить поснимать вам какой хаос есть или нет вообще и что еще до нос у меня был вчера заложен но это у меня обычное дело у меня часто так было это ну может не сильно часто но это в принципе не не редкость как будет для меня такое бывает тот там из вас писал вот такие вот дела господа я конечно хотел бы повернуть направо сейчас на красный свет но к сожалению там много машин едет даже учитывая то что многие сидят дома но машин все равно ну как-то так хватает вы знаете ну смотрите едут и едут чаще и на красный вот это на красный honda проехал вот нехороший человек вот такая вот поездочка эту дорогу вы все видели там в позапрошлых годах когда у меня было предыдущее место работы вот тебе и пожалуйста закрыта государственная контора закрыта ну а дилер пока еще открыт поэтому я хочу быстрее съездить и поменять масло чтобы уже сделать это и забыть там никого нет там все равно не опасно вирус не вирус так надо этих пропустить им-то стрелка горит я чуть забыл вот теперь можно ехать им там горит стрелка а мне пока красный свет же горел надо все по правилам делать асфальт бы здесь поменять бы кстати но пока не меняют на этой дороге дилеру в общем я приехал я пойду менять масло ну и поснимаю может быть похожу поснимаю так как погода довольно таки хорошая поснимаю расскажу вам еще про то как что происходит по поводу всех этих корона хайникен подлайт вирусов царите сколько джипов стоит они джип и джип и джип и джип и джип а на этой стороне nissan 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 все одинаковые этот nissan rock все одинаковые а здесь все джип 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 но есть черт и есть гранд черт и разные короче стоят в общем вот сюда мне надо вот в эту дверь я сейчас заеду мне откроется дверь и в общем оформлю быстренько и надо будет ждать немножечко на внутри он уже ренглер один стоит сейчас и я заеду но в общем сейчас я с ними решу все вопросы и все ну все он стоит наш джип там его увезут на замену масла бесплатную ну а здесь у меня есть возможность пока мне в принципе нефиг делать я могу вот я уже здесь был вчера правда я уже насиделся вот в этом джипе вот в этом джипе я посидел и вы знаете я чё-то я вот думал взять после того джипа вот этот да ну через там два с половиной года но что-то я посидел в нем блин я не знаю конечно он прикольный он крут такой крутой ну классный но внутри там конечно ну не знаю и это тоже вот этот пикапчик тоже гладиатор внутри там конечно как-то вот ну не знаю на любителя как-то стекло такое никакое очень-очень маленькое стекло на камере может даже так не видно то есть как-то сидишь и и место внутри как-то мало она прикольная конечно все но я еще хорошо хорошо подумаю брать или жене такую машину кататься ну и себе тоже конечно же так что подумать еще стоит друзья мои не уверен я не уверен в этом но мы с вами лучше прогуляемся на улице вот чей-то синенький такой джипчик наверное покупают его кто-то на еще машину покупать вообще я смотрю вот пару клиентов там в дилере сидела у дилера то есть не все еще прям совсем прям все закрыто ничего не работает они красавцы стоят смотрите сколько их нормально так давайте пройдемся с вами машины посмотрим какие здесь стоят джипы все эти понятно это так вот выглядит стандартный дилерский центр крайслер джип доджи фиат сегодняшние дни вот они все задницы этих джипов стоят а дальше мазды смотрите потому что у них здесь еще и он мазда видите сзади на заднем фоне тут и у них и сервис-центр и соответственно и по продажам отдел продаж этих автомобилей это такое знаете такой здесь дилерский центр большой я в таких на самом деле никому не советую покупать машины вот чем больше дилерский центр чем больше он специализируется на разных очень много разных марок автомобилей тем меньше там обычно уступают в цене знаете а не какие такие немножко более такие как бы окрыленные у них все равно купят мол и все поэтому вот знаете когда мы honda покупали 10 лет назад ту которую там многие из вас помнят она на канале постоянно мелькала мы ее покупали именно в маленькой дилерской стоянки такой там была только honda там ничего другого не продавали фонда и все обитого везут смотрите классику какую-то везут ну ну я попал здесь а кстати такой же джипик как у нас с номером а это наверное кто-то кому-то масло наверно поменяли вот смотрите в нью-джерси как определять видите 623 у него написано да это значит отнимите от 23 5 это значит машина взята куплена либо там взята в лист в общем уехала от дилера новый в июне 18 года а значит кстати уже с 18 года начали продавать вот эти обновленные червяки не узкоглазые мне что-то казалось 19 это был первый модельный год но значит не 19 значит 18 но точно не раньше раньше были узкоглазые все эти а сейчас я смотрю их даже нет здесь вот вообще идешь так и среди морд джиповских на тебя одни джипы смотрят джип 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 тут кстати смотрите все гранд червяки стоят вот такой вот такие вот короче дела ребята а вот там вот на фоне на заднем плане он там вот находится тюрьма raw и raw и тюрьма или как-то так по моему по моему тоже тюрьма штата это не тюрьма конкретно города на праву это штата тюрьма вот так вот она выглядит кстати на над тюрьмой нельзя запускать дрон вот если бы я здесь запустил его я бы мог только вокруг вот здесь вот но никак не над ней весит над ней то это конкретно этом нарушение закона и меня бы если бы поймали ну там не знаю штраф точно был бы а может еще чего-нибудь покруче я даже не знаю но ничего хорошего короче говоря бы не было так тут машина шумит ладно ребята в общем такое получилось немножко видео ни о чем так что до новых встреч свидания